У меня такое питание, пан Кривонос. Мы видим большую проблему, которая сегодня есть, например, казалось бы, достаточно простыми вещами, которые можно было бы уже у нас развернуть в производство, закупить. Это дроны, в которых нуждается наша армия. Ну и много других вопросов, начиная с сетки, рации и всё остальное. Я понимаю, что это всё находится в компетенции министра обороны. Вот как вы оцениваете работу Резникова на своём посту? Потому что мобилизация экономики, в том числе, это его частичная, наверное, ответственность с точки зрения для того, чтобы мы эффективно начали давать нашему виску то, что ему требует. Но вот элементарные дроны, маленькие, которые должны поступать тысячами, чтобы каждый взвод имел у себя этот дрон, а их поставляют сегодня эти мавики только волонтёрской спельнотой, то с огромным трудом. Вот почему не сделана вот такая вот организационная форма, про которую пишет, например, Игорь Луценко, которого считают там легендой аэроразведки, сегодня он воюет. Аэроразведку сначала расформировали, и сегодня это всё вот так вот мы создаём. Вот это вопрос. Почему я понимаю, что какая-то проблема тотальной некомпетентности, или может быть то, что офис президента пытается, что он не пытается, я не знаю. Меня вот это очень огорчает, потому что мы непрерывно на связи с нашими бойцами, которые постоянно просят, дайте дроны, дайте дроны, дайте дроны, дайте дроны, дайте дроны, дайте дроны. Касьянов там в зеркале недели написал своё видение, Орелуценко его поддержал. Почему это не видит наш министр обороны? Дуже гарно питание, дякую вам за это. Как раз вы подняли, знаете, на одно из наиболючих питаний, бо позавчора я спілкувался с одним из командиров батальоней в Бахмуте, и он говорит, что у меня закончились дроны, у меня нет. И это проблема, яка мы снова таки же на властных связках подключаем волонтеров, они начинают шукать, в кого есть, в кого есть такие, что можно сразу дать. А лишь в питании никаких самих дронов, или профессиональной подготовки операторов для этих дронов, знаете, что каждый третий дрон, который закупается для Збройных сил, разною спільнотой, как волонтерской, так и с боку державы, все равно он не долетает еще до выполнения своего первого завдания, потому что качественная и к количественная подготовка операторов также потребует покращения. Збройные силы наразе дают где-то 10-15% потребы операторов беспилотных линальных аппаратов. Еще 30-40% дают волонтеры, но у нас остается еще 50%, которых никто не готовит и никто не закрывает эту нишу. Треба поднимать спроможности щодо подготовки, это якое завдание, в том числе и Министерство обороны, враховываясь спроможности абсолютно незадимого ТСО, и волонтеры уже давно мусять поднимать питание щодо поднятя спроможности ТСО и влетя волонтеров на их фонди. Это, мабуть, завдание номер один. Потому что мы используем все, что угодно, но не то, что есть как организация для поддержки обороны Украины. Что касается эффективности работы Министра обороны, у меня очень много вопросов до Министерства обороны, чего они не делают. Я вам приведу простой пример. У нас пані Маляр рассказывает, что все Збройные силы одянуты в зимовую форму и все обутие. Между тем, те же самые комбаты звонят мне и просят допомоги, потому что один комбат говорит, у меня в батальоне 560 человек. Пройшло 560 комплектов формы и 560 комплектов взуття, но форма 54-й, 560 комплектов и взуття 41-й размер, там 42-й. Что делать? Чи формовать подраздели как в одном размере, в одном размере, в одном размере, мы реально понимаем, что это не реально. Чи все же таки покращаться с промышлением нашей логистики по решению этих вопросов. Логистика не работает. Они галочку себе поставили, дали. А далее начинается за рахунок волонтеров и знакомых решение этих вопросов обмены. А если пораховать к количеству пального, которая была потрачена, привезти туда 100 комплектов, поменять и ввезти их туда, это вообще смешно. Поэтому пока что, что касается промышленности Министерства обороны организовать обеспечения властных Збройных сил, это оценка на уровне между двойкой и тройкой по пятибалльной системе. А вот как раз, снова таки же, завдяки величезной к количеству волонтеров, которые уже достаточно профессионально понимают проблемы и предотвращают эти проблемы и встигают их решить. Без волонтеров, Збройные силы в себе, я точно знаю, чтобы голодовали, были боси голые, непомытые, без засобей в звезду, и слепые того, чтобы не было у нас потребно и к количества беспилотных аппаратов. И так еще много можно приводить. Я уже не говорю про автомобильную технику. Бо найпрості речи, что мусило сделать Министерство обороны, это сделать единственные типажи по БПЛА, чтобы их было значительно меньше. Это было бы простило систему подготовки. Так же, как и уже подняти питание про централизованное забезпечение автомобильным транспортом. Потому что у нас сейчас не проклятая, что посада в Збройных силах, мабуть, это зампотех, которого на Збройных части сотни и тысячи сразков техники не совпадают, его в своем частности обслуговывают, он несправоможный. Мы снова подключаем наших волонтеров. Поэтому, когда Министерство обороны говорит, что они обеспечивают, то, мабуть, постоянно требует сказать, что благодаря поддержке и правильной работе волонтерских организаций мы в спромозе решили певно.